Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать в Доме Знаний. Меня зовут Курбанова Сапигет Магомедовна. Тема нашего вебинара – социальные права. Вы уже знаете, что глава 2 Конституции РФ полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция РФ отражает все существующие в нашей стране гарантии социальных прав граждан. Статья 7 гласит, что РФ – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В РФ охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Глава 2 Конституции РФ полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина. Их можно подразделить на две группы в зависимости от того, с какой областью жизни людей они связаны. Обычно выделяют личные права и свободы, политические, культурные и социально-экономические. Последние две группы иногда объединяют и рассматривают как единую группу социально-экономических прав. К ним относят право свободно распоряжаться своими способностями к труду, право на отдых, право на материнство и детство, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование. Социальное государство – это государство, которое проводит активную социальную политику, которая направлена на обеспечение достойного жизненного уровня населения, защиту социальных прав и свобод на предотвращение успешного разрешения общественных конфликтов. Основные направления социальной политики – это государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, создание системы социальной службы занятости с выплатой установленных законом пособий по безработице. Давайте с вами разберем некоторые социальные права, которые гарантированы со стороны нашего государства. Одним из таких прав является право на труд. Статья 37 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на труд. Он также свободен в выборе рода деятельности. Статья 40 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти, органы местного самоуправления проширяют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату с государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Государство берет на себя обязанность развивать жилищное строительство и предоставлять бесплатное жилье малоимущим гражданам и многодетным семьям. В настоящее время устраивается национальная программа «Доступное жилье», которая имеет цель ускорения жилищного строительства и решения жилищного вопроса. Право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь означает, что в муниципальных и государственных лечебных учреждениях медицинская помощь оказывается бесплатной за счет бюджетных средств. Государство должно заботиться не только о лечении граждан, но и притворять в жизнь программу охраны и укрепления здоровья, которые способствуют предупреждению возникновения заболеваний у человека. Поэтому задачами государства является развитие физкультуры и спорта, забота об экологическом благополучии. Государство контролирует экологическую обстановку, принимает меры по осуществлению экологического законодательства. Рассмотрим право на социальное обеспечение. Как вы знаете, не все члены общества могут сами о себе позаботиться. Такой возможности лишены пенсионеры по причине утраты трудоспособности, инвалиды, женщины, которые ухаживают за маленькими детьми, а также те лица, кто ухаживает за болеющими членами семьи. Ну и любой человек в период болезни особенно тяжелый. Помощью таким категориям населения занимаются различные фонды, в том числе и пенсионный фонд. Пенсионный фонд – это государственный, не бюджетный фонд, который имеет свой статус. Его бюджет не зависит от государственного бюджета, и его денежные средства не подлежат изъятию. Право на образование. Право на образование означает, что каждый имеет свободно получать образование без каких-либо возрастных ограничений. В Конституции установлены виды бесплатного образования. Дошкольное, основное, общее, среднее, профессиональное образование, а также высшее образование для тех, кто выдержал конкурс при поступлении в ВУЗ. С 2007 года государство гарантирует общедоступное бесплатное образование в объеме среднего полного общего образования в муниципальных государственных учебных заведениях. Кроме права на образование, в России установлен обязательный характер среднего общего образования, то есть закреплена обязанность родителей обеспечить получение детьми среднего полного общего образования в объеме 11 классов общей образовательной школы. Право на благоприятную окружающую среду предполагает право каждого знать о состоянии окружающей среды и требовать возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением его имуществу или здоровью. Материнство и детство семья находится под защитой государства. Забота о детях, их воспитании равна правой обязанности родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Подводя итоги нашего вебинара, согласно Конституции, статье Конституции Российской Федерации, статье 7, Российская Федерация это социальное государство, то есть государство несет определенные обязательства перед гражданами по обеспечению основных социальных прав. Завершая вебинар, я надеюсь, что мне удалось ответить на ваши вопросы. Рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Домознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова